всем привет с вами знаменитер Кабаев и рубрика обзоры на еду продолжается сегодня у нас в выпуске бигбон лапша точнее ну готовый обед лапша с тушеной севининой перцем и чесноком как здесь написано без консервантов с натуральным мясом в принципе уже как бы эта тенденция довольно старая ну она уже несколько лет на рынке тенденция в том что более дорогие упаковки лапши добавляют действительно более-менее натуральное мясо а не как было раньше то есть какая-то какие-то специи паршивые и сишеные овощи то есть это никому не нравилось и вот сейчас добавили в принципе натуральное мясо ну это это как бы сказывается на качестве довольно хорошо но больше люди стали покупать лапшу и она стала выглядеть и аппетитнее и вообще она вкуснее стала то есть вот тут написано стало пакетиков четыре то есть лапша сушеные овощи все те же специи слева и посередине красная тушеная свинина не вилочка способ приготовления тут стандартный так выложить в тарелку брикет лапши овощи суповую основу налейте 350 400 миллилитров кипятка до метки закройте крышки подождите 3-5 минут в горячий гарнир добавьте тушеное мясо и перемешайте блюдо готово приятного аппетита ну вот что хочу сказать пока у вас лапша заваривается то есть по опыту могу сказать что можно мясо которое там есть пора положить сверху на на упаковку чтобы она более-менее подогрелось чтобы аппетит не было есть была лапша биг или бизнес-меню по моему соусом терияки вот там именно в рецепте был пока это был сказано так делать очень мне понравилось это лапша там она тоже с натуральным мясом и соус был очень вкусный жалко сейчас не могу ее найти на рынке но если найду еще то обязательно сделаю обзор сейчас давайте откроем я тут еще заметил что сзади написано как бы попробуйте другие продукты big bone вот та самая как бы лапша которая говорил то есть она не с мясом она просто со специями какими-то но вот тут еще можно заметить что big bone лучше роллтона в том плане что тут действительно соус какой-то есть то есть как жидкая какая-то или густая такая смесь с соусом он в принципе бывает достаточно вкусный можно его попробовать немножечко вне вне лапши он достаточно специфичный интересный на вкус вот тут также картофельное пюре соусом тоже то же самое в принципе идет дальше уже картофельное пюре с натуральным тушеным мясом вот это уже как бы получше но и цена дороже то есть видите тут обычный пакет лапши и еще пакет в такой коробочке некой соусом они сам это самое дешевое как я понимаю то есть пакетик он дешевле я думаю чем коробочки дальше идет пюре пюре вообще дороже стоит чем в лапша дальше идет пюре соусом дальше же идет пюре с на с мясом но еще дороже стоит и дальше уже лапша с натуральным тушеным мясом я не понимаю почему она в конце не уверен что она дороже стоит но упаковка у нее другая возможно там больше мяса или что-то еще там есть дополнительно но возможно это очень вкусно так давайте наконец-то откроем закройте крышку то есть какую-то отдельную крышку возьмем тарелку большой пакетик такой с тушеной свинины там как бы чувствуется даже кусочки на самом деле я свинину не очень люблю все равно и ковядины не было еще мне немного не нравится что ну вкус чеснок с перцем то есть это такая он достаточно легко сделать типа остроту просто перец какой-то и сказать что это острота там какого-то перца щили или чеснока с перцем то есть остроту не так уж и сложно сделать так что здесь они хитрят я думаю например в том же роллтоне там очень чувствуется острота это порой раздражает добавили овощи меня бы за максима дальше не забанили и чиповая основа надо было бы больше оторвать не давали пахнет даже свининой пахнет то есть это не есть хорошо когда приправа пахнет свининой потому что на эти подложные у нас качестве свинины у нас мясо они приправа немножко тоже не нравится забиваем воды и ждем пять минут не так все вроде как время прошло нужно вообще у нас более-менее заварилась я попробовал открыть пакетик со свининой достаточно она не аппетитно выглядит я не знаю видно нет там жижи то есть такая не очень такая впечатляющая сейчас выйдю сюда где как-то так тут еще кусочки жира видно какого-то фиолетовая вот это я не понимаю что это я не думаю что это мясо может быть чеснок какой-то фиолетовый блин не типа я не можешь быть это красным кровь то есть мясо с кровью это же глупо до конца весь соус ну все это мясо тушеное постараюсь достать из упаковки потому что ну знаете бывает остается там немножко потом облизываешь вкусно потому что здесь оно выглядит не аппетитно и не уверен что это будет очень вкусно отдельно кушать поэтому я по возможности все сюда вылил нет все таки судя по всему это мясо по какой-то причине у меня выключилась камера запись точнее в общем то это блин даже как-то страшновато кушать если это трава мясо с кровью то типа она не прожаренная просто и мало ли что будет когда но я не очень достать не очень боюсь но если это действительно мясо с кровью то это печально так как это но тут не дает плюсов а минусы дает так как я не хотел я хотел покушать тушеное мясо допустим тушеную свинину а не сырую свинину как-то даже странновато все это но все таки я надеюсь что это из-за специй каких то потому что тут написано состав свинина овощи специи и вода думаю окраска получилась из-за специй давайте попробуем достаточно так солененько солененько вкуса стра типичного вкуса лапша не чувствуется чувствуется овощи специи тоже почти не чувствуется это я думаю хорошо потому что но они почти не чувствуются они вкус дают там соленость какую-то немного перчинку но не раздражают по вкусовые рецепторы как например в том же роллты в который раз говорю что мясо вкус какой то стандартный то есть ну ничего особенного я не вижу то есть обычно как будто в пароварке сделали мясо свинину вот примерно такой же вкус без спец без всего она будто бы не знаю мясо меня не очень порадовал и на вкус чеснок тут абсолютно не чувствуется то есть было написано что что вкус чеснока с перцем ну свинина тушеная с чесноком и перцем чеснока здесь абсолютно никакого нет перчинка какая-то да присутствует ставлю наверное но лапша вкусная лапша вкусная пикбон как бы как качество о себе говорит то есть достаточно неплохая фирма или как компания назвать так что наверное он все таки 5 баллов поставки то есть пикбон хороший но мясо просто отвратительно то есть как как что от него ожидала что в итоге получил поток небо и земле все счет за просмотр